В своём последнем видео Кристина нам рассказала о том, что какой-то там мужик, консьерж, который работает в гостинице, якобы к ней так пристаёт с какими-то неподобными намерениями. Но она утверждала, что она женщина приличная и что она не для этого туда приехала, и у неё полным-полно там мужиков, и она не какая-то там жирная американка, которая, возможно, воспользовалась бы этим консьержем и его такими неподобающими услугами. Ну вот здесь вот прежде всего Кристина напоминает мне Хлорку. Хлорка тоже очень часто фантазировала, что её хотят очень многие мужики, красавцы-негры там за ней бегают, что ещё там какие-то миллионеры, и все они красивые, и все они богатые, и все они её хотят, и молодые, и тому подобное. Это бредные фантазии стареющие женщины, и я смотрю, что у Кристины наблюдаются точно такие же бредовые фантазии стареющей женщины. Во-первых, ей нужно быть осторожной с тем, что она несёт, потому что, ну, кто знает, могут написать в эту гостиницу, где она остановилась, и сказать, что такое, почему ваши консьержи домогаются одиноких женщин. И консьержу, понятное дело, будет очень несладко, скажем так, если такая информация дойдёт до менеджмента этой гостиницы. Потому что его, по меньшей мере, уволят, разберут, а могут даже и посадить за то, что он домогается каких-то там постояльцев, гостей этой гостиницы. Ну, понятное дело, что Кристина это всё придумала, она брёт, она уже становится похожей даже внешне на эту хлорку, которая свихнулась окончательно и бесповоротная, и теперь она уже несёт всякий бред, ну, причём, ну, такой же бред, как который несла хлорка. О том, что её там кто-то хочет, какие-то мужики. Не может работник гостиницы позволять себе такие непристойные действия по отношению к гостям этой гостиницы, особенно, если это гость, какая-то белая баба-иностранка. Они это никогда не будут делать, потому что от этого зависит их, прежде всего, работа, а, во-вторых, их могут посадить за это. Поэтому, Кристина, не сочиняй. Ты нафиг там никому не упала, никакому консьержу, никакому официанту, никому. Они этим заниматься не будут. Мексиканцы не будут приставать к гостям в гостинице, особенно, если это белая баба. И о чём это ещё говорит Кристина в видео? Это говорит о том, что она, как я уже раньше упоминала, абсолютно не знает американский менталитет. Хоть она и прожила в Америке 10 лет. Она утверждает, что какая-то жирная американская баба была бы рада, если бы к ней приставал с сексуальными домогательствами какой-то там консьерж или там какой-то уборщик. И это полнейший бред, потому что никакая американская баба, даже если она жирная и страшная, никогда не обрадуется таким действием со стороны обслуживающего персонала. Баба на него нажалуется, баба будет конфликтовать и напишет всякие плохие отзывы про эту гостиницу и вызовет полицию. Потому что ты, Кристина, не знаешь менталитет американских даже жирных баб. Ты рассуждаешь с позиции русской тётки, которая, ну, приехала оттуда, откуда приехала ты. Такая тётка, возможно, будет рада приставанию какого-то там консьержа. А американская баба не будет этому рада. Ей это очень не понравится. Я тебя в этом уверяю. Поэтому тебе нужно быть, во-первых, осторожным в своих обвинениях подобного рода работников гостиницы, потому что работник гостиницы тоже может тебя привлечь к суду за ложь. На него особенно такую ложь, где ты его обвиняешь. В том, что он к тебе пристаёт. В то же время, как этот работник, он к тебе абсолютно не пристаёт, а он делает свою работу. Он там складывает твои халаты, он там наливает тебе ванну, он там приносит тебе, уносит еду и вообще делает то, что ему положено делать на его работе. А ты сидишь там прямо, ну, как хлорка. Сидишь и фантазируешь о том, что этот человек тебя там чуть ли не сексуально домогается. Это полнейший бред. Ты ходишь одна, и по городу ты ходишь одна, и по пляжу ты ходишь одна. И везде ты одна, и никому ты там нафиг не упала. Ну, так же, как и хлорка. Она тоже путешествует одна, живёт вот в этой машине своей, ест какую-то омерзительную ещё еду, там, блины какие-то со сгущёнкой. И радуется жизни таким образом. Она тоже одна, одинокая. Она нафиг ни негру никакому там здоровенному не нужна, ни уборщику никакому, ни миллионеру красавцу. Вы нафиг не упали. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!